Значит так, когда мы запускаем Synfig и создаем новый файл, у нас обычно список ключевых кадров бывает всегда пустой. И когда мы собираемся делать какую-то анимацию, например, анимацию кружочка, то мы всегда как минимум должны поставить один ключевой кадр. И обычно всегда мы его ставим в начале, а то можем поставить второй, его санимировать, а можем второй не ставить и обходиться без него. Так вот, будет очень удобно, если первый ключевой кадр будет появляться всегда автоматически. То есть, вот мы создали новый файл, чтобы у нас уже сразу был первый ключевой кадр создан здесь. Что это нам даст? Это даст нам workflow близкий, в принципе, к аниме студию. Это раз. Во-вторых, пользователь может начать анимировать, ничего не зная вообще о ключевых кадрах. То есть, теоретически, он может не знать ничего об этой вкладочке, он просто может знать, что первая позиция у него всегда и так зафиксирована. И он может дальше продолжать анимацию, вообще даже не задумываясь о ключевых кадрах. А уже потом, по мере изучения синфига, до него уже может дойти необходимость, что какие-то позиции ему нужно фиксировать при работе со сложными элементами. Вот. Ну и, в принципе, этот подход будет близок к пользователям аниме студио, и они смогут гораздо легче мигрировать на синфиг. Это будет для них ближе. Вот, в общем-то, такая идея. Идея в том, чтобы просто, когда новый файл создается, чтобы первый ключевой кадр был уже создан автоматически, чтобы мне не приходилось его каждый раз создавать. И пользователям, соответственно, тоже. Вот так.